Если вы любите игры в жанре компьютерных стратегий и тактического РПГ, то я вам предлагаю подписаться на новый развивающийся канал под названием Jovid Channel. Здесь вы найдете прохождение легендарной игры XCOM Enemy Unknown. Автор канала отличается тем, что он называет своих офицеров и солдатов именами своих самых активных подписчиков. Атмосферное прохождение, интриги, неожиданные повороты, тактические успехи и провалы, победы и поражения. Для того, чтобы стать офицером и подписаться на канал Jovid Channel, вам необходимо пройти несколько этапов подготовки. Пройти мета-обследование, подать документы в Вайкомат и нажать на волшебную красную кнопочку. Подписаться. Все реквизиты Вайкомата Jovid Channel вы можете найти в описании под видео. Желаю вам удачи! Пирсы пытаются захватить обратно город Бам. У нас, в принципе, с обороной нет никаких проблем. Единственное, я переживаю, что если мы сейчас отобьемся, то, скорее всего, пирсы отправить еще какой-нибудь стык. Обычно иногда искусственный интеллект так поступает. Мы продолжаем прохождение Ром 2 Total War за Армению. У микрофона, как всегда, Римос. Я вас приветствую. Что ж, ребят, поехали. Давайте мы попытаемся сдержать атаку врага. У нас есть полноценная армия. Состоит из одного отряда катафракт. Есть три отряда гоплиты. Два отряда бомжей. Ну, восточные копейщики. Ну, и конные застрельщики. Ну, и, конечно же, сами топорники. Коплиты мы сейчас постараемся перекрыть все входы, где попытаются прорваться эти ребята. Горцы. Вроде бы, горцы слабее, чем наши топорники. Ну, мы посмотрим. Нам самое главное расстрелять этих застрельщиков. Перехватить этих лучников и прачников. Ну, и потом оставить немного боеприпасов для пикинеров. Вражеского генерала. Потому что, ну, катафрактовый мы на него точно не попрем. Это будет просто фейл. Так. Враг выбирает чистую сухую погоду. У нас есть... Угу. Огненные шары. Мы можем поставить либо баррикады. Там главное узнать, откуда будет идти враг. Вот они, кстати, ребятишки. Понятно. Ну, что ж. Я так понимаю, что они будут идти непосредственно отсыдывая. Им невыгодно обходить это все дело. И уже пытаться идти с этой стороны. Площадь у нас находится здесь. Ну. Будем тогда их здесь ждать. А вот огненные шары. Правда, не знаю, как с ним поступать. Они нам, в принципе, не нужны. Даже можно убрать их. Давайте уберем. Так. Здесь вот перекроем. Интересно, конница как пойдет. Отсюда либо отсюда? Вот если мы поставим сюда шипы, то, не знаю. Не факт то, что они отсюда пойдут. Да? А может быть отсюда пойдут? А может быть ниоткуда они пойдут? Так, ладно. Ладно, пусть тогда так стоит. Ну что ж, займемся пехотой. Ребята, давайте сейчас вы будете поджигать скоро. А здесь мы будем перекрывать. Вот здесь вот. Это один отряд. Гоплиты. Ставим квадрат. Отлично. Лучники сюда выставим, да? Ну, это у нас, к сожалению, вот такой вот гарнизон. Немного покоцаны, немного побитый. Но у нас есть все шансы, чтобы мы смогли удержать атаку врага. Я так думаю, есть. Если наших катафрактов надо чуть-чуть спрятать. Я не знаю как. Враг попытается обойти нас. Обойти. Это по-любому. Благо, что у него нет подкреплений. Это радует. Ладно, начинаем. Что ж, ждем. Ждем врага. Идут, идут ребятишки. Да, они, по всей видимости, отсюда и пойдут. Поджигаем. Бегом. Они прямо на ускоренном марше. Ладно, давайте отправим туда своих конных застрельщиков вперед. Мы сейчас попытаемся обстрелять вот этих ребят. Горцев. Горцы попытаются пойти с этой стороны непосредственно. Ну и, конечно же, основная армия. Основной стейк будет идти отсюда. Все, ребят, подожгли. Уходим назад. Бегом. Вот сюда. Жаль, что конница. Ну да, мне надо было сделать здесь баррикаду. Так. Входим сюда. Генерал тоже подводим сюда поближе. Главное, чтобы они в одну кучу тогда собрались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И нас тоже обстреливают. О, прекрасно. Прекрасно. Мочим, 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 мочим. Обходим. Главное, военачальник, тогда давайте отправим сюда. Так, здесь у нас атака. Ага, обходят нас, ребята. Обходят. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, лучников. Прашников атакуем. Прекрасно. Давайте тогда прачника своих сюда выставим. Отправляем сюда. У нас генерал где находится? Так, забрали мы этих ребят. Сейчас мы попытаемся натиском пробить это наступление. Кстати, здесь у них пикинеры. Очень жесткие пикинеры. Ребята, атакуем, атакуем этих ребят быстро. Убираем сюда. Вот сюда их выставляем. Перекрываем. Наш военачальник погиб. Да, ты чё, как? Как? Очень, очень странно у меня получилось. Так, они чё, не собираются атаковать, да, я так понимаю? Ладно, всё же, давайте мы попробуем атаковать этих бомжей. Бегом. Так, они включили фалангу. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Включают фалангу, убираем. Так, эти ребята нас атакуют тоже, да? Убираем генерала. Убираем генерала. Так, здесь мы перекрыли. Включаем квадрат. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Блин, сидим за стрельщиками. Блин, реально достали вот эти вот восточные всякие. Заходим, заходим, этих добиваем. Бегом. Так, конные за стрельщики, давайте быстренько сюда. Где у нас второй отряд? Пробивают нас здесь, да? Быстро сюда. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Как мы попадаем под обстрел прям, а? Прям наши не доходят. Не доходят прям. Ну все, этих горцев мы, я думаю, добьем. А единственное, вот с пикинером и надо решить. Потеряли мы свой катафракт. Смотрите, как он прекрасно, классно прикрывает своих бойцов, да? Непосредственно, чтобы мы его не атаковали сзади. Атакуем. С ими войсками. Тихо-бомжи, там тоже надо атаковать. Так, ладно, давайте тогда будем просто их обстреливать. Вражеский генерал потихонечку начали от дрожать. Давайте, ребята, отсюда заходите. Мы сейчас попытаемся обойти их. Наши бегут с поля боя. Так, куль позор. Здесь мы отбили атаку. Отлично. Атакуем, я так понимаю, генерал... А где вражеский генерал? А его нету. Все складывается в нашу пользу. Что ж, ребят, давайте обстрелить этих ребят, быстро. Атакуем. Пожалуй, я встречу, наверное, этими ребятами. Куна застречку отправим назад. Что, все, что ли? Продолжаем. Жаль генерал, конечно, потеряли мы по глупости его. Ой-ой-ой-ой, как они прям складываются. Так, здесь наши погибают. Стреляем, стреляем. Люблю наблюдать, когда мы их обстреливаем. Это такое классное наблюдение, да? Оставляет удовольствие. Наши остались без снаряжения. Добиваем тогда их вручную. Так, последнего. Все, все, можешь завершать. Тяжелая победа. Нас было 2154. Врага было 2280. Кстати, это не персия. Я-то думал, это персы. Они очень сильно похожи. Именно их раскраска, да? А юнитов... Огонь и меч. Огонь и меч. А нет, персия все-таки была. Так, ну что ж. Нам остается всего лишь взять город Пура. И пойти немного южнее. Да. Агент выздоровел, агент выздоровел. Шантаж. Про заход боевой дух. Давайте мы лучше боевой дух. Поднимем. Немного. И что ж. Нашего агента нам надо, кажется, вот сюда уже отправлять хотя бы два агента. Чтобы мы смогли останавливать вражеское наступление. Так, персиясь к конницу. А у нас прашники есть? Да, есть. Мы можем нанять три отряда прашников. А что у нас здесь происходит? Где у нас вражеские враги? Вражеские враги соединения. Отравление пищи. Отравление удалось. Так, остановим их. Диверсия удалась. Сходно. Так, ну что ж. Враги остановлены. Мы можем единственно разграбить вот эти вот два города. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. Так, повсюду враги. Вот мы можем, в принципе, вот это все захватить. Ну что ж, поехали. Ладно, давайте заберем. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ночная атака еще. Забираем города. Не будем их грабить. Будем их просто забирать. Потом Бухару заберем. И своим агентом мы постараемся... Своими агентами, вернее, постараемся останавливать наступающие войска. Вражеские войска. Так, что у нас здесь происходит? Да, все открыто. Вообще враги, по ходу дела, попутали берега. И они сейчас потеряют просто всю и вся. Единственное, осталось вот эта вот столица, которую... Враг. Пытаясь его держать. Это последняя столица, последний вообще оплот. Разлад. Подкуп торговцев. На сожде... Нет, оно нам не нужно. Давайте мы попытаемся убить вражеского полководца. Противник убит. Прекрасно. А теперь у них не осталось никого вообще. Так. Побольше пехоты. Нам нужно побольше пехоты нанимать. Ах, и этого агента нам нужно убить. Либо переманить. Манипуляция 26%. Ну-ка. Вражеский агент переметнулся. Ай, как отлично это все дело выглядит. Как это хорошо. Так, ну что ж, генерала мы убили. Здесь мы захватили. Осталось Бухару забрать. А там мы задержали вражеские войска. Каппадокия куда-то выдвигается. Продвигается нон-стопом. Марк Антонио набирает обороты все по сей день. Так, не бою потери при осаде. В осаде. А здесь что у нас? Время, которое выдержит враг в осаде минус один. Ну, ну, давайте выучим. Не помешаете, я думаю. С экономикой у нас пока все превосходно. Мы здесь нанимаем воинов азатов. Смотрите, какой у нас оборот. Очень хороший. 6997 золотых монет. За каждый ход мы получаем. Так, ну, нам надо еще, кажется, катафрактов нанять. А пусть ли уже... Так. Угроза. Угроза, манипуляция. Убийство. Вот это вот мы, пожалуй, ему выучим. Так как у него все хорошо прям получается. Осталось там подвести армию и просто держать в осаде. В осаду этих ребят. То есть, я так понимаю, что у Парфии остался последний город. Это столица. А у них большие проблемы с армией. С пополнениями. И мы их потихонечку травим и давим. Ой, смотрите, как пампушка-то прям разошелся. Он Афины забирает. Пампушка, конечно, молодец. А, да, как вы могли заметить, друзья мои, Антоний испытывает трудности в данный момент. У него, кстати, Афины, это столица. То есть, скорее всего, он сейчас потеряет свою столицу. Так, агент тут прорабатывает наш город вражеский. И все, у Парфии больше нет средств. Очень интересно, Каппотокия. Правда, я их не вижу. Неужели они... Кем они воюют, интересно? Так, у них есть союз... На Бритли союз с Понтом и с Галатии. Уверены коварны. Они воюют с кем? С Парфией? Ну, вообще, со всеми нашими... И они являются протекторатами фракции Антонио. Ну, давайте мы хотя бы заработаем на этом. Я, может быть, не знаю. Может быть, это невыгодное предложение. То, что мы стали их... Станем их военными союзниками. Но все же их предложение. Ну, ладно, давайте тогда оборону. Так уж и быть. По крайней мере, у нас хорошие связи с ними. Хотя у нас... Я как-то... Останавливал их армию. Не травил, а остановил. Чтобы они перестали свое продвижение. Ибо они бы могли бы забрать город Ниссу. Мы сделаем этот модесный предложение. В知ом, что ваши ковры стремятся, чтобы сохранить вашу wealth. Кидар предлагает нам оборонительный союз. Ну, у них нет... Вообще, они ни с кем не общаются. У них хорошее отношение с кем. Нет, ребят, кидарчики. Я не буду пока с тобой союзничать. Нам пока это невыгодно. Да и не холодно, и не жарко. В принципе. Так, у нас разлад. Подробная деятельность. Я так и знал. Нам надо здесь нанять... Срочно прям нанять... Агента. Ну, у нас, в принципе, лимит. Агенты все уже задействованы. Угу. Понятно. Понятно. Этот чувак нанимает. Противник ранен. Отлично. Давайте еще от полковаться убьем. Пусть на возможность. Отравление пищей. Диверсия, к сожалению, провалилась. Так, смотрите. Здесь у нас черепок. Может быть, вот так сделаем? Как вы думаете, а? А сделан засадочку такую небольшую. О, враг уже успел смотреть сколько. Да, молодцы, молодцы. Пуш на возможность. Наемное убийство. Что за блок? Давай быстро. Более. Как мы теперь дойдем? Ну-ка, давай сюда. Ага, прекрасно. Удалось. От заказного убийства не получилось. Так, доходишь? Нет, не доходишь. Не доходит. Все же, давайте мы попытаемся убить полководца. Предательство. 13%. Противник ранен. Ах, отлично, отлично. Отлично. Вот сейчас мы их попытаемся осадить. Так, пока мы не можем, да? У нас нет никаких свободных агентов. Этих отравим. Остановим. Они не смогли двигаться. Так, у них, в принципе, дальность перемещений. Ограничено. Здесь вообще все чисто. Приходи и забирай. Это значит, ну а так сейчас в куличе. Прекрасно. Прекрасно. Расширяем мы свои границы. Добиваем врагов и их союзников. Так, траванули мы этих ребят. Разлад в войсках. К сожалению, у нас упущена возможность. Но мы прокачиваем своего... Так, сановник. Ну давайте вот это сделаем. Давайте отравим. Отлично. Отлично. Только вот у меня одна проблема. Надо вот это их забрать. Срочно. Давайте можете их поддерживать в осаде. Как вы думаете? У нас, в принципе, достаточно пехоты. Будем их держать в осаде. Пусть будем, как говорится, выкуривать их. У нас нет ни одного свободного агента, к сожалению. Мы сейчас, скорее всего, блин, этот чувак попытается отравить, либо проделать операцию против наших бойцов, которые осаждают. Так, у нас здесь пока мятижные армии. Их очень много. У нас нет нормальной армии своей, то есть, чтобы забрать этот город. Тем более он... Да, он еще и со стенами. Поэтому мы не будем пока обращать внимание на них. Мы сейчас заберем вот эти вот земли. После уже будем продвигаться к столице этих ребят, врага. Парадены. После того, как мы заберем их столицу, добьем непосредственно их союзников, ну, то есть, их, то есть, блин, основной город, да? Остальной город, остальные города. А после уже пойдем к персам. Персы вроде бы... Подождите, персы уже нету, что ли? А, вот они перси. То есть, пойдем с востока добивать, и я так понимаю, что у нас будет весь, весь восток наш. А до полной капитуляции пять ходов придется нам ждать. Пока мы будем их осаждать, я думаю, нам нужно подвести еще одного генерала. Я думаю, на ускоренной машине будет прекрасно. Вот так вот сделаем. И можно спокойно сдать. сдавать ход. Ой, Антошка куда-то продвигается. У Антохи не так уж все хорошо, как мы говорили, да? То есть, у него тоже есть проблемы именно в Греции. Там у них большая война с Помпеем. Да, я не думал, что мы так долго выжили в этой компании, друзья мои. Все же, легендарная сложность, да? Сколько агентов нам доставляли неприятные, мы просто их переманивали. А за счет этого мы с вами выжили. Да, по всей видимости, Парфия будет сидеть и ждать. Ну ладно, пока не ждут, мы будем набирать силы, будем набирать вторую армию. Да, у нас есть много наемников, мы совершенно верно, да, мы теряем много золота на содержание этих наемников, но все же можно чуть-чуть пожертвовать, как говорится. Опа! Все же они пытаются продвинуться и забрать наш этот город. В принципе, я предполагал такой вот исход. Отравляем их, останавливаем их армию, ой, противник убит, так мы и не остановили, а, ой, какой я слопок. Так, ну ладно, у нас есть армия здесь еще, Надо их остановить, надо их остановить. Надеюсь, в войсках удалось. Отлично. Так. Секретность. Все же, давайте мы заберем этот город. Давайте мы его заберем. Открытый город, приходи и забирай. Как это отлично выглядит. У нас еще и империи. Мы можем нанимать дополнительную армию. А здесь мы можем издать и дикт, и дикт дополнительный. Давайте мы с вами яму построим. Большой город Сатрапа, либо мы можем Большой Царский город строить. Слушайте, сейчас состроиться, вам пока немного повременить надо. Прекрасно. Ранг всех новобранцев. Оран отряд ближнего боя. Вот это вот, пожалуй, шанс избежать. Так, и у нас остается еще одна армия, которая, скорее всего, сможет продвигаться вперед. И отлично, они у нас не остановлены, а задержаны немного. Скажение приказов. удалось нести разлад, и они тоже задержаны. Твост, по всей видимости, если так логически, можно подумать, что да, да, ребята не могут двигаться, вообще не могут двигаться, а эти могут, а эти не могут. Прекрасно. Отлично, остановили мы их, все же давайте мы не будем с вами рисковать, наймем еще одного генерала, так как у нас уже империи. Корольца минус один, насажение культуры это фракция, пещера, заход, стоимость военных построек, рвение, катафракты. Бомжей наймем. Так, здесь у нас что происходит вообще? Леп и зрелище. Давайте создадим Эдикт. Здесь мы поменяем на простой. The way is blocked. Так, сохранились. Прекрасно, ну что ж, давайте мы на этом с вами завершим эту серию. Надеюсь, вам понравилось. Следующей серии мы уже будем добивать Парфию, это у них последний город, последняя столица и мы им напомним все обиды, все обиды, которые нам они приносили в начале нашей кампании. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok